Со стороны это все напоминает популярное южное развлечение – джипинг по горным рекам. Вот только у нас этот так называемый аттракцион абсолютно бесплатный и окружающим от него как-то совсем не весело. Перейти здесь вообще практически невозможно, когда дождик проходит, лужа стоит всегда. Она никуда не уходит, ничего, постоянно стоит здесь. В резину выходим, да, иначе никак. И действительно по-другому не получится. Талая вода залила все улицы областной столицы. Вот так в начале зимы в резиновых сапогах коммунальщики сметают снежную кашу с тротуаров. С помощью спецтехники откачивают воду с проезжей части. Одним словом, расхлебывают последствия глобального потепления, пришедшего к нам в выходные сразу следом за обильными снегопадами. Если в Вологде выпало порядка 10 миллиметров осадков, и снежный покров повысился с 7 сантиметров до 14, практически в два раза. А это много, как вот по вашим меркам? Довольно-таки приличная сумма. Это значит уже по городу уже видно, сколько там выпало. Заметили прежде всего водители. По нечищенной дороге ехать было крайне опасно. Заметили и коммунальщики, которые с таким объемом осадков явно не справлялись. Рассказывают, отправили на полигон около сотни камазов со снежной массой. Но внушительную ее часть убрать не успели. Столбик термометра поднялся до плюс пяти. И от рекордной высокой для декабря температуры снег превратился в воду. Это все дело машинами разносится по дороге. Вроде подметешь, а машины опять могут то же самое раскидать. Что не успевали вывезти. Сегодня с утра продолжался вывоз. Хотя смена вроде бы и должна закончиться. И люди должны тоже отдыхать. Сейчас будет продолжаться все. Это вывоз и уборка города. А по поводу того, что лужи, таял снег и все остальное. Ну, не совсем хорошо справлялась ливневка. Если бы это были просто лужи. Но ведь под ними предательски скрывается ледяная корка. Жалуются волокжане. Коммунальщики отчитываются, мол, тротуары и чистят, и посыпают песком. Но у людей на этот счет складывается совсем иное мнение. У нас около школы, где я работаю, посыпано. Потому что у нас как бы дворник делает это, а так нет. Ну, убирали там все, видели? Нет, я не видела. Без каблуков специально пошла, чтобы не упасть. Но то ли еще будет, говорят синоптики. После непродолжительной оттепели должны ударить морозы. К концу недели в область придет антициклон, который принесет похолодание и снег. А вместе с ними, скорее всего, и праздничное настроение. В новогоднюю ночь в областной столице ожидается до минус 11. Алена Шипилова, Василий Попорин. Новости Вологды.